Второй тайм. Грей Фокс разам. Счет 1-0 разам. Время идет. Можно фотографировать. Уберешь здесь. Я его в процессе съемки еще зафоткаю. Розыгрыши. Вот это приближает. Приближает хорошо. Только потом, когда поворачиваете, возвращаетесь. Если там штрафную или как-то. Что по центру? Давай ты будем торговать. Да, нормально. Вы проходите следующий тур. Да, мы пошли. Мы хотели бы просто, чтобы мы побыстрее начнем. Сразу! Показать. Нет, так я уж не против. Давайте послушать сеточку. Граем все подряд. Вы сейчас. Видите, это так. Сразу же второй круг. Не, ну со второго круга, я имею в виду, мы можем начать. Делай броску, делай броску. Говорит и показывает лиси нос. Ну да, да. Для вас сегодняшнюю трансляцию будет вести Ванес, Александр. Поздоровайтесь, друзья. Ну что, погода хорошая, футбольная. Наблюдаем за матчем разам. Серые лисы. Да. Они только что игра. Игра только-только началась. Пока что еще не совсем известная. Второй тайм уже ничего. Один-ноль, второй тайм. Ну так я и говорю, что только-только от начала идет второго тайма. И еще неизвестно, кто за поднял. Как вы думаете, сможет ли команда отыграться? Я думаю, что в принципе у них есть возможности на то. Все-таки футбол это такая игра, что любое может произойти. Можно побыть поднять, если коротковато. Тянешь? Давай! На 5 рублей допустой. Так получше? О, да нормально вообще. Все условия. О, так хоть видно. Ну ты что охраняйте? Смотри, там штрафную. Итак, штрафной удар. Ну это не совсем опасно. Центр поля. Судья. Даю последнее указание. Штрафной. Удар. Удар. И это гол! Вот это гол! Голос, гол! Гол, 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 гол! Гол, 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 гол! Гол, 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 гол! Видал, это почти с центра поля. Блестящий удар с центра поля. Прошу прощения, но будете ругаться в камеру. Я потом посмотрю и там. Мы вообще не ругаемся. Все показалось. У нас будет профессиональный календарей. Фото главных операторов. Как вам называется? Да, давайте фото. Разам. Разам 2.0. Все. Разам ведет 2.0. Можешь фотографировать, не стесняться. Понял, да, как играть? Не стесняйся. Придерживайся. Главное, чтобы время шло. Смотрите, звук пишет очень хорошо. Нет ввиду. Итак, поехали. Команда Грейфокса. Похоже, неправильно. Неправильный ход. Заново. Заново просто разыграть. Видно, нервы сдают у ребят, поэтому проигрывают. Хочется быстрее начать игру. Неплохо тут в центре сыграл игрок. Неплохая передача вперед. Хорошая штрафная. И удар надо пить. Садожный шел. Была возможность у оранжевой команды. Хорошая возможность. Хорошая возможность. Хорошая возможность. И угловой. Подача. Подача защитника. Еще один угловой. Наседает команда. Наседает. Игроки предельно сконцентрированы. Берут туда опеку своих. Игрок подъезжал за забор. Мяч далеко улетел. К сожалению, на этом турнире нету мальчиков, подающих мячей. Да, балбоев почему-то нет. Зато эти комментаторы. Это большой плюс, я считаю. Тем более для меня большая честь вести репортаж. Мне тоже у нас очень приятно с вами вот сейчас вот сидеть за одним вот этим столом и в наушниках с микрофоном. И тем временем продолжение игры. Ой, я что-то отвлекся. И что же, показывает судья. Судья показывает аут в стороны команды Грей и Фокс. Ждем ввода мяча. Дайди поближе чуть, пока. Разгон, бросок. Достаточно длинный бросок и прием. Груши прием. Атака развивается. Переходят. Да, и сразу же ответная атака. Игрок пытается пройти защитников. Но защитники так просто не дают пройти. Да, но тем не менее, угловой-то они заработали. Это да. Хорошая подача опасна. О, поторминей, я махнул перчатки своей. И что же будет очень опасно. Игроки выходят из штрафной. Можно ударить, можно ударить. Скорее всего, будет удар. Удар хороший. Братарь тащит. Братарь надежен. Но мы можем видеть, что игроки настроены, очень серьезные. И атакуют профессионально достаточно. Выжимают максимум с каждого момента. Вот мы сейчас тоже можем видеть, как идет борьба за мяч. Попробуем, там была рука. Подождем повтора. Да, и снова они с мячом. Что же будет дальше? Вроде как убивают. Нет. И надо завершать. О, 2-1. 2-1 пошел камбэк. Вот о чем я сказал. То, что ребята собрались силами, с волей и сжали. Друзья, обратите внимание. Игроки в оранжевых футболках, они на полголовы ниже каждого игрока из другой команды. И тем не менее, два угловых уже прошло. Надо что-то делать с этим командой белым. Команда разом не стояла на свой рост, не справляется с низкоростными игроками. Сразу пошли в атаку. Хороший запрос. 22 номер принимает мяч, разворачивается, дает пас. Нет, защитник не дает ударить. Еще одна попытка, не увенчалась она успехом. Должны сейчас выходить игроки. Нет. Не выходят. Удачи из себя почти получили. К сожалению, не хватило координации. И выход сейчас команды идет. И фланг правый свободен. Можно было бы. Подача. Без свиска просит перебить. Сейчас мы наблюдаем небольшую микропаузу в игре. Это очень полезно для команды Розам. Да, скорее всего они сбивают. Сбить атакующий потенциал. На самом деле заметна вот эта паника, волнение Розама. Они вели 2-0 и сейчас пропустили. Сейчас у них идет уже не по плану игра. И судя по всему, они потеряли концентрацию. Ой-ой-ой, как на флангер забрался передача. Он разбирается, но чуть-чуть стрел не удался. Что ж, все-таки попахивает голом. Вот это вот витает сейчас в воздухе. Чувство гола есть. Конечно, сейчас может быть атака срастется. Но вот у нас должен видеть. И что делать дальше, игроки? Досадный, неточный пас. 15-й номер набирает. Надо возвращаться игрокам Грейфокса. Они, к сожалению, застряли в атаке. Надо было все-таки на флангке давай. До времени еще достаточно, чтобы забить не только один, но и даже два мяча. Вполне. Но вот сейчас, может быть, они и забьют. О, защитник. Браво, защитник. Браво. Первый номер самоотвержденно бросается под этот удар. И сейчас мы наблюдаем очередной угловой удар. Подача, вынос, защитник. Но подбор, подбор, подбор. Подбор все-таки хромает. Вот еще один, и можно контр-атак устраивать. И что же дальше? Не бегут игроки Розама в контр-атаку. И играют голки. Решают лучше сохранять победный счет. Вот мяча в игру. Неудачно. И сейчас бы могли получить наказание за эту оплошность. Аут. Аут сброшен, опасно сразу в штрафную. Защитники видели мяч на еще один аут. Главные комментаторы. Это супер игры. Ну как вам игра? Игра хорошая, интересная. 2-0 команда Вела сейчас пропустила. Но назревает камбэк, если честно. Они так могли и больше пропустить? Да, 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 там пределы. Видно, что паника в команде. Ротарь выходит. Ноер, ноер, куда пошел? Да, и что будет делать? Выбивает в аут. Вернись в раму-то. Вратарь возвращается быстро, спокойно. И неправильный ввод идет. Уважаемый турнир любительский. Такие шлифы зачастую происходят. Любительский уже 12 раз подряд проводят. Тренер дает указания. Недоволен он игрой своих подопечных. И чуточку не хватает для завершения. Убежал далеко игрок. Повезло, что хотел бы на угловой ударе. Очередной угловой удар. Я считаю, должны уже поактивнеться команда. Грейп Фокс в атаке. И что-то вот в этот раз у них не получается. У них и без этих двух защитников получается что-то в атаке. Просто уже надо позоветить гол. Это совсем мало. Через минуты две где-то. Нападающего атакуют два защитника. Не точный. И опять контратака. Мне кажется, было нарушение Александра. Там как-то грубо сыграл игрок. Вот игрок лежит. Игрок лежит. Да, правильный игрок лежит. И неизвестно, сможет ли он продолжить. Турнир. Турнир, да. Будем надеяться, что небольшой спазм мышечный. Все-таки сейчас он накрывал два защитника. Тем не менее, 2-1 победа Розама. Вполне заслуженно, я считаю. Поздравляем. Сегодня вам репортаж вели в ОНС. Все, парни, остановили? До свидания.